Всем привет, это Исаулов Илья. Ну что, продолжим наши записи, как говорится. Но сначала объясню, почему так долго отсутствовал. Честно говоря, последняя моя запись попадала где-то на начало лета, насколько я помню. Там отпуск, дитё дома, у меня ехать за каникулы, дитё дома, хихикает за спиной. Ну то есть как бы особо сильно не поумничаешь, когда рядом сидит юный слушатель, так сказать, и все твои эти самые умничания там обсмеивают. Поэтому вынужденно всё лето молчал. Потом куча всяких нюансов от проблем с системой компьютерной, там потом рухнула программа, которую записывал. Там всё время как бы недосуг, то восстановить, то поставить. Тут стал ставить, она уже не такая, потому что это ещё десятка. Это десятка переставлено на восьмёрку. Короче, куча всякой ерунды, вот такой вот суеты. Плюс ко всему к этому не всегда есть настроение способа потрясать. И не всегда есть возможность говорить по то, что рисуешь. Потому что некоторые вещи, например, заказчик там просит, чтобы до поры до времени вообще нигде не светились. Даже там наброски. Хотя на самом деле всё это весьма условно и смешно. Вот я лично не расцениваю это как какое-то там прямо, не знаю, достойное там прям вот. Чтобы прям какие-то эскизы там, или что рисунки это прям там засветить. Но вы знаете, как по закону подлости, всё время это потом где-то всплывёт, и тебе начнут там мозги компасировать. Вот, кстати, по поводу этого хотел потрясать на такую тему поговорить. Значит, так как у меня, так сказать, блог не образовательно-рисовательный, а скажем так, за жизнь, за жизнь, слово на язык полезло неприлично, за жизнь поговорительный. Так вот, значит, был вопрос такой, знаете, вот Илья, а как вы, вот, в случае со всякими кидняками, ну, значит, ну, когда заказчик там, или что-то ещё кто-то, как-то что-то происходит, вот, кидалово. Как у вас с этим, значит, вопросом обстоят дела. А ну-ка, сейчас правильно ли я вообще вопрос этот самый осветил. Сейчас, секунду, извиняюсь. Онлайн, онлайн. Так. С общашки. Вот, Василий Лихачёв меня спрашивал. Значит, умею на... А, как вы сейчас сталкивались с кидаловым? Слушайте. Ну, вообще, конечно, тема у каждого художника довольно болезненная, потому что кидаловым я называю очень многие вещи, ну, то есть, как сказать, есть кидалово прямое, есть кидалово латентное, так сказать, нечаянное, и иногда бывает, ты понимаешь, что человек, как бы, так сказать, ну, вот, всё равно в итоге выйдет кидалово. Он там умничает, говорит, что надо всё это самое, а в итоге получится кидок, потому что будет всякая хрень, и ты зря подойдёшь время, я зря проработал, я считаю, что тоже кидалово. Ну, так вот. Да, поначалу, бывали случаи разные. В самом начале, я просто не все их, так сказать, принципиальные буквально запоминаю, но вот в самом начале, вот как только ещё я не работал иллюстратором, работал ещё в продажах автомобилей, вот я как-то пытался рисовать, купил тогда свой первый планшет А6 формата. Хорошо, мне тогда ещё, у меня там поступили слова продавца, он говорит, вакуум, это инструмент профессионалов, и я купил тогда вакуум, вакуум графаер А6, и вот на нём я там на вакууме графаере А6, короче говоря, заработал себе на А4, то есть я рисовал в нём, работал, пока не заработал. Ну, параллельно, потом ещё, пока у меня был вот этот А6, я, так сказать, работал уже в дизайне, в дизайнерском агентстве, и там уболтал начальство купить А5, Интуоз А5, причём не то, что там уболтал, они-то, кстати, такие, относились довольно-таки революционно ко всем этим вещам, так это, ну, с пониманием, чтобы была хорошая техника передавая всякая, они такие, о, умеешь рисовать, ну, это как бы ценилось, типа там, давай, да, 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 мол, тебе покупим, ну, вот это на работе ещё и, значит, на А5 формате работал. Так вот, и вот тогда, я ещё не работал ни в рекламе, ни это самое, но вот на одном из форумов, значит, прочитал такое объявление, типа там, требуется нарисовать, что там, что там, что там, бульдериера на майку, ну, я собачник, кинолог, бульдериера, типа, для опыта работы, я могу, там, типа, ну, давай, списались, я рисую, о, классно, но надо бы другой этот самый ракурс, там, ещё так, как-то вот немножко не так, я думаю, ты понимаешь, ну, вот, у бульдериера прямо на тебя смотрящего, у него морда как у крысы, ну, это был бульдог, там, или питбуль, это смотрится как-то так, ну, у бульдериера будет смотреться красиво, ну, чтобы он смотрел прямо на тебя, я прямо, вот, оскал смотрел на тебя, ну, это будет, как бы, ну, чёрт, ну, не так, рисую ему, как это, значит, по, это самое, по анатомии, о, чудо, все мои слова правда, ему не нравится, ну, и в итоге, чувак, короче, там, договор был, то ли тысяча рублей, то ли пятьсот рублей, ну, сам факт, понимаете, что вот рисунок, за него заработать, и он просто сливается, его нету, что это, конечно, киняк, потому что, может, его устроил тот скетч, который тогда по опытности высылал, в хорошем таком размере, вот, может, его просто показал кому-то идею рисунка, ракурса, и другой человек использовал просто-напросто, и всё, и уже получилось проще и легче, ну, там, например, показывал это художник, который, например, тупит, и не знает, как нарисовать, а, в общем, хорошо, когда тебе показывают какой-то пример, ты смотришь, а, точно, всё, хорошо, и рисуешь, у тебя получается лучше, вот, это тоже, считайте, как бы, киняк вас, вас кинули, так сказать, потому что, будто его не заработали, вы поработали, для кого-то сделали, вы, значит, работали, но, есть ещё, тут целая теория выстроена, художников, как избежать всех вот этих, значит, кинячков, моя теория, это самое сложное, она такая, основывается на каких-то, знаете, там, на течении воды, на том, как с какой ноги встал, куда посмотрела утром собака, там, как сложились облака на небе, то есть, вот такое какое-то, знаете, то есть, ну, процентов 98, я попадаю точно в определении, что за заказчик, вот, какое-то вот наитие судьбы, как-то не знаю, какое-то предчувствие, возможно, какие-то художнические, экстрасенсорные данные работают, я не знаю, но, мне даже будет товарища, присылают письмо, я говорю, ой, это порожняк, точно порожняк, не срастается, или там, говорю, ну, вот этот толковый чувак, с ним работать, наверное, будет можно, ну, во всяком случае, я бы, я бы повелся, и получается, не знаю, почему, но это как-то вот, все-таки выработано, все-таки годами, видимо, общения, ругания, там, дружбы, и прочих наблюдений, там, вот, так вот, значит, основная теория у художников такая, не речу, не рисую ничего бесплатно, сначала аванс, потом рисунок, в принципе, это очень правильная позиция, я уже неоднократно об этом говорил, это правильно, но это знание для новичков, для вот совсем новичков, или знание, как сказать, вот знаете, когда вот вам не совсем всю правду до конца говорят, ну, не правду, а вот не описывают все ситуации, которые в жизни могут с человеком приключиться, а я-то вот любитель именно что-то, ну, учитывать каждый момент, что-то, а вот в другом случае так может не пойти, что имеется в виду, есть иногда, и, кстати, очень часто, сейчас тоже художники-то, накосячили за свое время нормально, все, в том числе, в том числе, в том числе, и ваш покорный слуга, в том плане, что, ну, как накосячили, у каждого на свой косяк есть объяснение, ну, например, вот, обращается ко мне художница, не художница, писательница, писательница, вот так вот, типа, женский роман, ну, хорошо, женский роман, там, он, комедийный, хочет прямо таких вот смешных, карикатурных, раскрашенных по комиксовскому, потом по детски, даже, с цветочками, с лепесточками, пузатыми птичками, со всякими там смешными рожицами, иллюстрации, ну, то есть, как бы доктор прописал, то, что нужно именно, то, что по идее я и рисую, только более целостно, ну, рисую пробную иллюстрацию, пробную, на ура просто, не то, что на ура, а там аж виск стоит, такой, в скайпе, просто, и говорит, что все ее подписчики, все ее читатели, сказали, вот, наконец-то, молодец, ты нашла своего кли, своего художника, он тебя чувствует, он тебя понимает, мол, нарисована именно так, и именно в том настроении, в том цвете, как надо, ну, то, что ты вот любишь, и то, что нам нравится, она такая, все, Илья, у меня, дохренища этих иллюстраций в книжке, я хочу, чтобы она вся была вот такая, вот, вся вот такая, вот, ну, значит, это самое, рисуем, я говорю, подождите, а это самое, вот, ну, выходила, как, например, она говорит, иллюстрация, да, подразумевается, А4 вертикальный, хорошо, но, по ходу рисунка, ну, никак не получается, А4 вертикальный, а выходит, А4 горизонтальный, ну, то есть, разворот, и, соответственно, она больше, она, в этом случае, согласилась легко, сама сказала, ой, да, окей, но, когда я говорю, что, слушайте, ну, а как у вас, если вдруг будет получаться, вам так как лучше, потому что, разумеется, на горизонтальном, можно, она любит, много, много, всякого, всего, там, это самое, а я люблю, чтобы еще, знаете, ну, такая вот, по натуре, может, вы заметили, чтобы они крупно были изображены, то есть, чтобы вот работал еще сам персонаж, ну, это как-то, наверное, на меня детство сказывается, в том плане, что до сих пор я запомнил, как вот, что вот хочется рассмотреть того дальнего, так вот, чтобы все они были покрупнее, побольше, лучше было взглядеть, вот такая у меня есть особенность, и я говорю, ну, как вот, она говорит, слушайте, это классно, ну, я тоже, как бы, не безгранично, этим бюджетом владею, мол, типа, я тут продаю гостиницу, на Кипре, вот, если продам, тогда я, типа, все закажу большие, но пока, типа, вот, в рамках бюджета, договорились вот так, давайте вот так, а, ну, окей, хорошо, и тут приходят, другие части текста, во-первых, у художника есть, определенные сложности в работе, у иллюстратора, некоторые говорят, вы читаете произведение, читаете, слушайте, но если бы я читал все произведения, которые рисовал, я вам скажу честно, блин, елки-палки, ну, во-первых, где взять время на работу, раз, у нас, мы же работаем не по советским меркам, когда хлеб стоил 20 копеек, молоко стоило 10 копеек, литровая бутылка, коржик стоил 5 копеек, там, не знаю, всегда это все было в магазине, вот, не верьте, когда вам говорят, что в советское время были пустые магазины, чушь и дешевая пропаганда, блин, не было хорошего, вырезки не было, но кости с мясом лежали всегда, блин, не было 20 сортов колбасы, но 3 сорта колбасы, ну, не было сервелата, сервелат выбрасывают, там все, ва, стояли в очередину, а вареная колбаса лежала, там, 3-4 сорта всегда лежала, ну, во всяком случае, уж, блин, в Москве, в Минске, в Киеве, в Харькове, в городах такого, в Ростове, это вообще не обсуждалось, я там в Нальчике жил, как сказать, ну, традиционно такой мусульманский регион, там, со свиней особо сильно не найдешь, плюс, все вот эти нюансы с воровством, там, все это самое, конечно же, это с этим, и то всегда, ну, было, что в магазине, там, пожать, вот, не было такого, что заходишь в магазин, и только морская капуста, чушь, чушь собачья, это было, началось с 91, с 91 года, это началось, чушь собачья, всегда было, что пожрать в магазинах, и одеть было всегда, что, кондовая, кривая, советская, на данный момент, тупо хипстерская, супермодно хипстерская, тогда было в магазинах, вот сейчас бы хипстер носили, и аж писались бы отчасти, а тогда нам это считалось зашкваром, мы хотели, там, джинсы американские, чтобы были, там, не индийские, а, в магазине выбрасывали индийские, тоже в драку их разбирали, но они, но их выбрасывали, они там, из-под пола, их можно было купить, ну, в общем, проблем одеться не было, всегда были проблемы с количеством бабок, ну, и, конечно же, например, там, особо блатные, там, знали, какой сейчас моды, какие сейчас джинсы моды, а мы-то просто знали, джинсы, чай, кофе, там, вот выбрасывали, там, выбросили индийский чай, там, или не выбросили, там, ну, с тремя слонами, там, мы пили всегда, вот там, чай Дилма, о, Дилма, он же индийский, импортный, казалось, а, какая красивая коробка, всякая такая хрень, потом в 90-х началась, когда мы тупо брались на упаковку, вот, в советское время, все было, как бы, кондова, но этого всего было, в училище, помню, пойти пожать, купить, ну, как сказать, вот, все ушли в увольнение, там, скинули деньгами, кто остался, там, задолженность, там, по электротехнике, или, там, наряд, или, командир лишил увольнения, там, просто наказал, там, еще что-то, какая-то тема, идти, не было неохота, скинули деньгами, там, одел тренер, спортивный костюм, гони через забор, и до ближайшего маленького магазинчика, там всегда будет 3-4 сорта вареной колбасы, с нормальной, вкусной, советской, туалетной бумаги сделанной, я не знаю, там, вареная колбаса, она из бумаги, эта бумага была, блин, вкуснее, чем сейчас докторская колбаса, там, со всеми гостами, как она им написана, она была вкусная, эта колбаса, она пахла, вкусно, шикарно елась, это было, зашибись, так что, когда вот там рассказывают, и тортика, всегда покупали, там, сырков, там, дружба, там, еще какой-то этот самый, там, колбасы, там, кило, или пол палки, хлеб батон, помню, севастопольский, вот по хлебам, блин, такой запах, до сих пор, вспоминаю, вот, когда ищу хорошую, нахожу хороший батон, он пахнет севастопольским батоном, сейчас в Севастополе батон, они пахнут севастопольским батоном, а тогда вот пахло, прям хлеб унюхаешь и хочется его есть прям вот потом молоко всегда там кефиры там ряженки хреняженки что там еще нужно-то ну картошки мартошки мы такое не покупали вот такое чисто на бутерброды все надела там и все это было вот такое под что называется просто пожрать оно всегда было то что там рассказывают там типа заходишь это москвичи особенно любят на ток-шоу каком-нибудь какой-нибудь там чему в очках блин с часами там какой там этот самый швейцарскими часами на руке политолог там центра изучения хрен пойми чё начинает там вот это вот выть про то что типа советское время блин вот там я заходил лично в магазин и ничего кроме морской капусты чудо чушь чудо собачья дурацкая чушь в девяносто первом году возможно до душились мы за чаем импортным бывало что и сахаром впрок покупали все продукты были импортные да конечно карачкаете буш это все с девяностых годов началось девяностых еще раз повторяю это потому что блин денег у населения на руках не было ну так вот и советский иллюстратор мог себе позволить при тех законах которые тогда были железными а советский иллюстратор получал во первых по советским оценкам по твердому рублю получал значит там из и аванс получал и получал значит гонорар за иллюстрации и потом еще получал эти самые скажите мне ройалти а уж ройалти было извините меня потому что это издавал там например там есть это книги вот вдумайтесь мы жили в стране где директор книжного магазина это был входил в бомонд элиту города у моей жены есть родственница ну как бы так не родная так вот родня через жена родного сестра жены родного дяди так вот она была в их несчастном азове это такой районный городишко небольшой под ростовом но она была блатная но это же она там чё она была просто ну нормально веселая компонентская тетка и все любили была с юмором такая все просто все вспоминают что она решала она решала любые вопросы по звонку телефона только потому что она была главный продавец в книжном магазине это в каком-то азове у нас в третьем североморске например значит погибла семья одна муж женой значит ехали на новых на новой ладе и сбил камаз там они общем но он обгонял не успел и короче вот несчастье остался сын и бабушка и весь гарнизон говорит ну типа вот сынок пробивает наследство типа там ну когда уже подрос вот стал там прогуливать короче а я такой хочу это сама что чем они кто да ты чё он директор а на экспедитор главный товаровед книжного магазина в гарнизоне в военном гарнизоне они были директором и там товароведом этого книжного магазина и они были богатые люди у них были ковры у них были подборки этих книг которые потом сын пропивал про это самое чтобы выкупали вот всякие это где подписные стенка из книг сделана в советском союзии у каждого уважаемого себя богатого человека должна была быть стенка из книг не часы швейцарские на руке а вот когда приходишь домой вот в этой вот болгарской там венгерской стенке там или чей-то польской не знаю там румынской должна была стоять и вот вся заставлена быть книгами книжная стена должна была быть и желательно что все это были там толстой подборка издание там борто там детские взрослые там диккенс и хреникин зашим все это читает он не читает даже книжки были представляете по стране мы жили стране где были ужасно блатными должностями тоже в книжном магазине кто такие сейчас продавцы в книжных магазинах кто сейчас скажет ну конечно он ездит на парше у него папа директор книжного магазина но кто сейчас такое скажет чё за чушь но издатель да там типа там издателя делать книжки фуфлой продает и зарабатывать стал миллионером но чтобы там вот как ауна а вот в советском союзе так было люди были богатыми уважаемыми и это самое в почете и ужасно блатными только потому что они там работали в книжном магазине это читаешь ты книжки не читаешь ты книжки а книжки должны быть хоть ты мясник хоть ты там не знаю там бандит хоть ты вор а вот тебя там это все вот это все должно быть очень ценилось и было уважаемым поэтому естественно что как сейчас художники вот раньше так раньше покупала вся страна ребятушки раньше покупала вся огромная наша страна и есть тебе до тебе довелось иллюстрировать книгу и ты до нее дорвался то блин какой бы ты говно не нарисовал ты получишь свое бабло потому что покупали действительно автора это сейчас покупают уже внешний вид иллюстратора бумагу качество тогда действительно покупали автора почему 90-х годах например сразу с горяча у тебя многие издатели сильно приподнялись потому что издавали книжки на любой туалетной бумаге там а их покупали еще по заплатой памяти потому желанию прочесть когда они еще вот были недоступны имеется ввиду всевозможные там не знаю там анжелики бесконечные вот эти вот дюма вот если дюма ой блин всего дюма надо чтоб он был там стендаль хрендаль в общем всю эту хрень ну не хрень в смысле это не буквально понимаете я с полным уважением так вот и вот тогда советский советский художник мог конечно себе позволить прочесть издание проникнуться и нарисовать а сейчас в чему это все рассказывал у меня нет времени читать каждый женский роман каждое там высер вот и не да я тебе еще терпеть не могу читать я вам уже много раз рассказывал я 4 вот мне так может везет но я терпеть не могу читать многих современных писателей вот не могу хоть убейте меня вот прошибите не могу хоть на какую тему я уже пытался и тех которые про казаков пишут думал ну тут же вот как это читаете аутентично типа там зашибенский там великолепно и читаю там поскакал урядник аслан мирзоев да иди ты вашу мать какой аслан мир а вот вы знаете это он был керпский казак а у них были имена они не все были рода блин ну сука идите в баню блин писатели даже вы которые пишут про вот такую дымят и дорогую тему как казачество идите вы блин несу у меня есть три книжки тихий дон молоко волчица и даурия и все и я больше блин честно я даже читать ничего не желаю не хочу про это потому что больше остальное все высер сплошной что не возьмешь читать все дерьмо ну так вот я к чему такое долгое вступление потому что ну не мог я у нее попросить а там как выяснилось почему-то знаете как искала мне это что я рассказываю как вот как бывает кидняк в каком масштабе бывает и как издалека я захожу я люблю вот это растечь это по древу так вот значит выясняется что нами искала целый год в год не писала кого-то пробовала пробовала замечательного художника одного моего хорошего знакомого великолепного карикатуриста от которого я просто сам пищу но вот не срослось у него с ней у нее с ним лишь там еще вот она мне обратилась я сказал это важен вам же рисовал классный чувак да вот типа он там не выходит на связь а он не совсем хорошо понимает что я хочу а вот не скрывается не хочет со мной общаться ни в какую по телефону или по скайпу как потом выяснилось я-то дебил хотел общаться по скайпу думал чего по скайпу поговорим все выясним все по решаем это же просто думаю кореш так а выяснилось он-то был мудрый он был мудрый человек что сразу понял что с этими людьми с этим человеком говорить не надо продолжаем значит разговор и вот я значит это самое общаясь понятна skype аналит ну типа все типа на мне так нравится вы такой молодец вы такой красавелла давайте рисовать им давайте типа все это самое начали и выставить мне текст я рисую я читаю вернее а там были я в гневе бросила трубку телефона стену как я вас всех ненавижу мужчины среди вас остался ли хоть один нормальный нет вы все лживое гнилое племя связать бы их всех колючей проволокой и отстегать и бросить в гиги ой блин мать моя думаю а я-то кто я-то кто я чего не мужчина нет вот если бы я написал про женщин да все вы бабы и шипы ты мы ой и если при этом нанимал художницу женщину и предварительно сказал там света наташа это вот вас не касается я имел ввиду что вот найдите такую женщину которая сказала по умолчанию этого не обо мне но он пишет что все женщины на свете твари но это он не считает меня так любая женщина скажет подождите это чё это вы так это а я тоже вы мне отдаёте заказ а обо мне так говорите а тут нет понимаете почему-то человек решил что по умолчанию я должен понимать так что это меня не касается хотят русским по белому написано в мире не осталось нормальных мужиков опана думаю хрен с ним ладно чё мое дело я же этот как как на панели мать опять приходит мысль про проституцию я же за деньги согласен и все рисовать ну буду рисовать платят и молчу но я вышла из автобуса значит мы остановились у мыса все пассажиры побежали с этим укрытие а я по наитию пошла на мыс и там в море я увидела среди волн бушующих волн и облаков самого нептуна он вырос на своей значит там колеснице вокруг него значит сновали летали все эти наяды как там эти хренида и креатиды эти бабы которые эти морские его забыл как их зовут там вот идет не русалки только наяды хреняды что-то такое не просто мне пришлось залезть в интернет почитать чем они там сильно отличались оказалось ничем но просто бабы с рыбьими хвостами тоже как бы но это самое но как бы вот возле нептуна вот греческое то самое так вот и вот же значит это нами пишут илья вы поймите я давно эту иллюстрацию уже смотрела рисовала вот значит у предыдущего художника она не очень получилось а потом мы списали с ним выяснилось что он сказал ее все очень устроило то есть будет такой вопрос тоже да ну хрен с ним дальше ему типа я вижу эту картину это море это должно быть потрясающе но я думаю вы поймете вот когда начинается такие описания я сразу понимаю что здесь очень склизкое место чтобы был киняк очень склизкое потому что когда человек начинает говорить об эмоциях что какое он должен по эмоциям то тут жди что твои эмоции не совпадут с эмоциями заказчика но практически процентов блин 80 процентов 80 они могут не совпасть туда хрен с ним и это чтобы все еще на фоне того что типа илья но мышь побыстрее там это сам вот вопрос ты должен с какого-то хрена проникнуться какими-то непонятными чувствами которые ты может быть никогда в жизни сам не испытывал и это все побыстрее но ты художник ты сказала даже что ты все сделаешь нарисуешь ты знаешь кучу приемов как изображать правда там как это все сделать как поработать над ну скажем так над эмоциональной составляющей чтобы заказчик сказал ой точно вы нарисовали прямо как я и думал ну ты знаешь такие приемы думаешь ну ладно чё справлюсь и начал рисовать ну блин не идет а нож не всегда рисуется вот знаете как вот сел рисуешь да и вот пошло нет то блин рука не туда ту нога не сюда то жопа болит сидеть то дитё отвлекло сказал папа помоги то собака сказала пойдем погуляем то есть я не могу уже сидеть и ждать покажем типа это самое я уже обсираюсь по дверью то блин это сова то что-то болит то температура то поехал покупать кран тут потекла труба то еще как херня то вот такой то блин то как всегда это самое дай денег на встроенный шкаф я все устрою сама тебе нужно пойти в какой-то день его принять хорошо пошел принял этот шкаф два часа ушло пока ждал этих дебилов грузчиков которые за 15 минут там это самое приехали там привезли не к тому подъезду встали переехали подняли сука приходит сборщик и говорит а шкаф не входит в это место ай твою почему поверила неправильно не учла то что этим пиринтуса большие широкие не входит он вашу мать а он не встроенным как бы шкаф но так они делают делают под размер то есть можно использовать по всех стройный и чё делать и там в общем решаешь на ходу все эти вопросы сети проблемы но полдня убитой работы нет настроение пропало то просто настроение пропало у тебя хорошее настроение а вот нужно рисовать вот эту бурю пусть будет буря с глупым пингвином в кустах она бежит а к ней нептун и эти сука русалки прыгают хрен с ним а ты не можешь их рисовать ну не можешь ну не получаются зайчики получаются русалки не получаются ладно хрен с ним опять время идет опять они это самое потом тебе же надо все-таки платить по счетам тебя до зарабатывать не важно там как бы что ты там сейчас делаешь там какой-то художник какие у тебя там проекты но когда ты более-менее уже устойчиво и нормально живешь тебя даже тот же самый шкаф ты покупаешь там в кредит там или может не в кредит а купил там с литной карточки и нужно закрыть там куча всяких ты моментов там взял там и накупил себе экипировки там тайской для бокса а купил по кредитке ну так наш ее закрыть на тканешься вовремя получить платеж пусть варплата плюс прожить его плюс попадает 1000 рублей я иду гулять там плюс попадает 100 рублей каждый день там вся эта хрень там знаете жизнь деньги нужны всегда нет мы не птички мать его мы не просто живем не не клюем камешки на земле мы как-то живем и нужно платить постоянно а в месяц я вам скажу такое маленькое открытие всего 30 или 31 день а феврале сука даже 28 бывает вообще долбанное издевательство вот а в сутках всего 24 часа всего и они летят блин незаметно просто и поэтому нептун рисуется не быстро плюс ты как бы назвал же цену потому что во первых тебе никто не сказал о илья у меня все тут обсирается я делаю срочно книгу тогда бы или я например сказал бы типа там слушайте не 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 илья за это не возьмется или же это будет стоить очень много денюжков нет разговора про сроки не было вообще про сроки разговору про то что смогу не смогу выяснила смогу но это еще хрень с ним я это еще с этим не нарисовал послал мне было сказано не так представляла но вы же как бы все таки художник начнете со мной спорить я буду начну конечно ну а чё вы не так себе представляли я думала там будет как-то вот подругой а как блять будет а как блин будет по-другому ну вот будет по-другому более более грозно более впечатляюще ангелочки с круглыми жопками за ними гонятся папуасы с голыми пиписками от них убегает карикатурно нарисованный мужик с карикатурно нарисованной бабой а вот тут должно быть грозно и впечатляюще блин что грозно тут карикатура тут грозно пищи ну хрен с тобой думаю блин ладно но вообще а да я же еще не пью дальше я дальше почитал текст а там были же тексты сбросить их всех с обрыва связанных колючей проволокой и как-то в одной иллюстрации требовалось нарисовать размышляющую женщину обрыв наказание плетками мужиков всего мира я же вот это понимаете на всем я еще сижу и думаю да как я это блин рисовать там все вот как-то ну это же должно быть настроение какой-то кураж какой-то все нужно такое настроение кто-то рисуешь зайчиков белочек то есть я еще посмотрю ну вы можете сказать типа алинах я добрался только проект но браться за проект потому что настроение меняется и всегда есть можно выделить кусок времени его выделял для этих работ но так как уже пошел вопрос то что илья да вы такой типа мастерище вот так нам всем это самое по душе пришлись ты чувствуешь ответственность ты понимаешь но все-таки на халяву ты не прорисуешь поэтому хотя понравится ей не понравится ей но ты рисуешь так чтобы тебе опера в первую очередь понравилось а там уже с ней будем разбираться на ходу ну так вот это значит за качество заявляет вообще я буду наверное это самое давайте дорисовывать и три рисунка я буду значит это самое искать себе художника другого но в свете всех этих самых я как бы и говорю но в рамках своего военно-морского образования да вы понимаете ну как бы конечно ради бога только что вы этим хотели меня хотели меня что этим как бы ну типа стимулировать типа как бы так вот напугать что я уже схвачусь мне вообще-то плевать работаете вы со мной не работе что да как вы смеете я заказ об этой я не это самое я не утрирую я делаю то что мне позвонила жена кто там так орет а это орала со скайпой с кипра заказчика заказчица она орала блин плевать на меня писать мне хотел сказать заткнись ты блин писательница ты сука два слова связать по-человечески не можешь какая-то в жопу писательница писательница ты ну да хрен с ним я там ну как сказать это я думаю это сам я имел ввиду не в той парадигме как бы там да все брейн сбросил на трубку ну то есть выключил связь я пишу там все-таки баба как бы ну женщина нельзя же оскорблять ну как я не люблю вот женщин вот если женщины когда меня видят ну тех делятся на два лагеря одни меня яро ненавидят всю жизнь не знаю за что вот не не приемлемо не нравлюсь а другие знают что я как бы бабский угодник ну вот такой по характеру вот как бы да я для женщины сделаю все люблю я этот пол человечества и так сказать да вот такой и я значит пишу типа там мария антуанетта там ваше висеятельство ну вы неправильно поняли девушка там тралевали я имел ввиду что пилевать не пилевать а культурно пилевать ну в смысле что мне не не насрать на вас а как бы там ну дайте пока хоть мне на ваше мнение ну смысле что мне не совсем вообще мне до балды а как бы вот мне облокотиться вот хотите вы со мной работать или не хотите что вы были не знаю там своем кипре ну не отвечает психует что-то потом такая вы знаете я уже успокоилась а я только напишу ну давайте поговорим я хоть все объясню что это самое вы же поймите что даже если вы будете работать не со мной то вы хотя бы прописывайте сроки договаривайтесь говорите что он там срочно потому что ну не один нормальный вменяемый человек не возьмется за быстрые сроки писать то делать такую работу с такими требованиями как у вас не один нормальный мусор нормальный человек это обязательно закончится ругань и психом а потом вчитываясь в текст а там кругом я психанула я кинула телефон в стену я чуть не разбила телевизор думаю блин так она и по жизни вообще-то это себя описывает так то она такая есть как бы но она горошком то биографичный роман то с разными мужиками там искала себе жениха за границей ну так вот и значит это самое не хочет выходить на связь и говорит мне значит по skype пути потом пишет это типа я пока никак не могу типа это самое не хочу у меня все заболело знаете зелья прощая вам все авансы а я же я почему начать разговор про всякие виды кидняков что бывают и некие страны художника но я не говорю что это пока денег я еще пока в процессе изготовления этих трех иллюстраций но я объясняю почему не могу к ним никак приступить потому что у меня честная как только я берусь рисовать ей сажусь да думаю бренд рисую с души сниму грех ну не греха вот такую ну долг такой думаю и пошло ну все в баню хотя она сказала что я буду перерисовывать все не нужны мне ваши рисунки и пусть это будет на вашей совести там туда все там проливали да какая совесть говорю говорю разговор ни о чем закончился я же не знал что это самое во первых вы мне это во время работы осветили что нужно прям быстро быстро куда вы спешите о чем вы спешите вы лучше попишите пока роман поработайте о нем что вы пишете с первого слова поработайте сюжетом там я не знаю поделайте черновички ну почему я рисую черновиками а вы твари писатели мрази гады уроды пишите сразу с белого листа почему вы пишете свои рассказы повести сказки с первого захода с одного блин не знаю там ворда исправления буфы больше блин не думайте сюжета почему вы не переставляете абзацы почему не обдумывайте логику всяких своих слов там не подыскивайте правильное слово фразы которые стали бы на этом в народ пошли почему вы пишете сразу как с рюте мозгами от сел нашрал на бумагу все рассказ готов ну почему вы так делаете почему вы не работаете над текстом ну почему я когда рисую должен 200 раз этот скетч перерисовывать чтобы пока мне хоть самого хоть процентов на девяносто устроила но почему вы гады не пишете так же как я рисую но ты остался в вежливой форме написал как бы вот и на данный момент только приступал видите как всего крокорежит и бульбинет вот это вот так у меня каждый раз я сажусь думаю нарисую ей сажусь вот так вот начинаю биться так бум бум башкой об стенку думаю нет не могу вот и пока вот не рисую но нарисую конечно отдам потому что дело там делать чести так что бывает что и художники вот так вот шваркают как бы в том плане что в том или ином виде я-то в этом случае шваркнул взяла вас но именно поэтому заказчики как бы побаивается и говорят типа там что ой а он может и кинуть а он там и то и все и начинается вот эти долгие переговоры а вы там вот это то а вы там вот это вот это а вот вы нас там не то самое а вот мы хотели бы чтоб там все права нам там поэтому если я говорю что значит существует такое правило ну художников ну типа бери аванс я когда да 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 конечно бери аванс да это правильно хорошо но не всегда его можно взять еще раз я повторяю не все его дают вот тогда бывает просто фирма не дает аванс ну нет такого правила чтобы давать аванс и как бы взрослый человек скажет а мы не будем с такими работать но это рассуждение художника у которого есть заказы вот например мне сейчас напишет какой там дядя пупкин и скажет там алавердыев там слушай нарисую рассказываешь нарисую иллюстрации к рассказу я скажу хорошо да 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 аванс 50 процентов о нет давай нарисуй так бесплатно нет ребята конечно нет у меня есть работа у меня есть заказы на хрена мне терять свое рабочее время идет разговор о потере рабочего времени ведь мы его в первую очередь оцениваем откуда исходит за стоимость иллюстрации что-то тянуте вообще надо и надо ты за это время можешь заработать нарисовать что другое а вот когда тебе делать нечего и ты сидишь без работы и ты только начал работать только там ищешь заказчиков тебе говорят ну слушайте ну давайте нам это самое сделайте пробный рисунок я вам скажу так хотя доктора врачи и профессора не рекомендуют рисовать без аванса я я рисовал почему потому что вот например история с азбукварих азбукварих сказал мы не платим аванс никому никогда ни при каких обстоятельствах просто не платим у нас этого нет в обычаях нет от слова не возможно но это будет ну а как же я буду я же художник вы почему вот ну это же несправедливо ну илья хотите рисуйте хотите найм я такой я рисую в итоге я сдружился с редакторами с одним другим мы не стали давать аванс я не знаю там с черной кассой с белой но аванс стали давать а да даже делала такие вещи брала и выслать я уже рассказала брала и высылала деньги вперед говорила что илья я смотрю и бах деньги упали думаю что такое илья здравствуйте за мной же книга я вам весь гонорарку уже перечислила чтобы вас мотивировать побыстрее нарисовать то есть они знали что ну вот девчонки чувствовали что ну я тот что девчонок не кидает не обижает и не то самое что рука ну да какая-то хрен поймите что-то с рукой сейчас надо что-то придумать ну так вот и знали что я не кину в том плане что если все деньги дали я всего нарисую и со словами типа вас нужно мотивировать то есть вообще все деньги кинули вперед даже еще не спрашивая могу не могу ну конечно по тем временам это были не супер огромные деньги но это был хороший нормальный стабильный заработок и плюс ко всему это было в то время это было очень в тему деньги всегда нужны вот и в тот момент прям это было вообще как подарок ух ты круто как спасибо ребят то есть я к чему это понял есть моменты когда тебе говорят что мы не будем ничего этого делать а потом вдруг почему-то будем знал я это когда брался первый раз рисовать для них без аванса нет не знал я даже не рассчитывал я такие вещи даже не рассчитывал прав я был тогда я взялся рисовать без аванса я вам скажу да и она довольно продолжительное время нашел себе заказчиков которые очень недолго и часто заказывали всякие проекты это был кусок хлеба метода было не так много вариантов заказчиками они были моими одними из основных и очень сильно мне выручали тогда вот прям вот кусок хлеба был я на них там прям-то рассчитывал они мне очень хорошо помогали то есть получается как правило о том что не рисуй никогда без аванса она весьма и весьма растяжима но как я уже не раз говорил как себя можно как-то латент ну не латент на как-то косвенно что ли вот это вот обезопасить от киталова вот я это еще раз повторял что это может сделать есть например ты детский иллюстратор то у нас у нас вот у детских иллюстраторов это все на наиболее просто ну то есть больше вариантов возможностей потому что детский иллюстратор если это сказка какая-то даже если так это вымышленная книжка про какой-нибудь там девочку укравшую горшочек там не знаю вырастившую цветочек и там спящих мишек все это потом все детали из этой книжки в всяком случае можно будет применить в какой-то другой книжке детали чистого даже поэтому когда а уж не говорят например если ты рисуешь какой-то произведение типа там русские народные что такое это всегда можно где-то потом пристроить поэтому я всегда говорю что в этих случаях когда ты рисуешь я даже бывает берусь сам вообще сейчас я сейчас берусь ну уже совсем другой у меня уровень в этом плане абсолютно иной и востребованность и все остальное вот и поэтому я когда говорю даже не давать тихо я вот аванс бесплатно давайте без аванса давайте ка я пробный рисунок сделаю бесплатно чтобы не вы мне ничего были не должны не я перед вами ничего не испытывал карму си не портил там сучи чего если посрёмся заодно я увижу какие вы заказчики как вы себя ведете со мной как вы будете реагировать там какие вы будете давать команды вот и все такое и тогда мы уже как бы решим работаем или не работаем почему потому что я знаю что я все равно это потом куда-то где-то пристрою где-то но у меня в шестом ряду в пятом в наполнении главным героем второстепенным героем там не знаю там в качестве картину на стену даже там в какой-то иллюстрации там рисуешь детскую комнату думаешь то что что за фигачек у меня там есть рисуночек ты его кладешь в рамочку делаешь и кладешь картинка с тем получается жирно красиво и нифига себе как оформил так что всегда такое немножко безотходное производстве там берут тебя а я там дать нам персонажа продать и а у меня есть персонажи пожалуйста вот они так что такие вот пироги только таким способом вот можно как бы это самое а так вот опять-таки кидалово чтобы а вот все остальное рисуешь на этом рекламу какую-то рисуешь ты что-то это то тут уже чисто на свой страх и риск и знаете как сказать вот если это ну короче этого не должно быть должно быть просто по кому-то не знаю там пятому шестому восьмому чувство уверенности что вы испытываете что вас не шваркнут я никогда рекламу какие-то там взрослые вещи не рисую но не взрослые в смысле вот не детская иллюстрация не рисую без аванса потому что я не знаю людей не знаю как они себя поведут не знаю как они себя будут потом покажут себя да нормально без баланса запарил тмтс проверьте свой баланс мы будем списывать идите в жопу списывать еще вот и это сама попыток таких вот случаев было конечно же там не знаю миллионы и не один раз помню заказывали кота бабуина идущего значит туристическим рюзачком за спиной посохом типа туристическое агентство такой рисую этого бабуина короче вот нарисовал деньги получил аванс потом получатную плату и такие типа а теперь нам типа начну рисуйте его там по-другому по-другому я такой подождите какого перепута это стоит отдельных денег а вот там там типа это самое но это же не должно так до как подождите это каждый отдельно это персонал разработка была столько-то а сама иллюстрация сколько-то она тоже не дешевая а блин там отдать нам деньги обратно а нет не так было дело не так было дело был заплачен аванс да и теперь его это самое значит я уже покрасила сделан рисовал а теперь погриньте его что там это как классика погрите вот там в две трети или подождите алё утвердили в скетче утвердили типа что не так то ну как так там типа мы заказчики табрые ну вы заказчики но мы вообще-то я же не могу даже за вас пробно возить вас там довести до москвы а теперь давайте до киева так не делается да я как бы готов все правильно но тогда это будет стоить уже вот рисунок готов сначала оплачиваете его потом рисую новый нет верните нам аванс его нет а вот аванс как раз таки не возвращается он для того и нужен да чтобы вы никуда никогда не это сам так вот не поступили приходит письмо илья мы подаем на вас в суд вы оскорбили предвидетелях всех членов нашей команды компании мы все подаем на вас я говорю это туристы туристы слушайте сюда вы дебилы писали мне письма я их все сохранил это раз то что я вас там как ты как я вас мог оскорбить тем что сказал там я нарисую вам только за деньги или там что-то там придумали что его там чем-то как-то оскорбил как я вас оскорбил то что он такое сказал это во вторых группового оскорбления быть не может я не могу оскорбить группу людей по закону вы должны и вы не можете писать группой вы должны писать каждый по отдельности там а вот тут я говорю вам товарищ там сидоров петров там директор вы сначала поговорить со своими типа работниками работничками то готовы они то это вот подписаться то под вашими словами что-то я суммливаюсь я однако вот я думаю что когда дело дойдет до реального этого самого то ваши эти туристические агенты наверно сдуются и не будут вас поддерживать в таких ваших этих начинаниях оговаривать человека потому что уже не приезжайте ко мне а во-вторых друг договора нет даже если по ну был это аванс по закону аванс там где-то какие-то цели в чем оскорбление ваше мне непонятно в чем я вас там такие бедных вас всех вас обидел ну короче такая хрень чем пропали бывало такие случаи что например заказывают мне лабиринты детские такие ну сложные я говорю это но я такой а там лабиринт значит гонки машин дети на скейтах таких мчатся по городу ну чё ты же знаешь технику технологию знаешь потому что берешь там просто тупо делаешь кисть в иллюстраторе вот да сделал кусок дороги сделал кисть где все лабиринты такие всякие разного цвета забабахал замутил на одном листе там сделал здание нарисовал тоже и сделал кистями там бун-бун-бун-бун-бун нашпиговал в общем все это было в кайф оплата хорошая за полосу достойно такая такие нифига себе вы бодрый да вы такой типа быстрый мышь типа тут все охерели красавелла слушайте ну теперь давайте сделаем лабиринт более сложным а я не аванс не получал ничего я такой ладно опять за пять минут что там у тебя послепил с вами типа понимаете это очень трудно ну уже сам покрасили так сначала надо было тогда наверное эскиз делать конечно эскиз мы так и думали что вы сначала нарисуйте эскиз мы его утвердим а потом вы уже на это блин это был первый рисунок он был пробный я должен был показать свой уровень вот я его показал вот если вы сейчас вот вам нравится мой уровень платите аванс и рисуем тут она говорит редактор нет мы по одному лабиринту рисуем вот один нарисуйте будем другой вы самого покрасили уже так я же просто показывал как я умею рисовать чтобы вы успокоились мы и так знаем что хорошо рисуете на хрена у меня просили пробный рисунок ну так потому что вот справитесь вы или не справитесь я думаю справлюсь ладно фигачу другой лабиринт сложнее тут выплывает на сцену таинственная фигура какого-то заказчика а вот наш заказчик сказал какой заказчик нас есть заказчик чудодейственный дядечка там какой-то который нам это все дает то есть ну где такой ну хреном заказчик заказывает серию этих книжек с лабиринтами что потом продавать они просто изготавливают ну ладно вот ему то они показывают одну логику лабиринтов там где там дороги ну по-разному извиваются да я рисую а там задают вопросы а как тут дорога под дорогой вот так проползает илья ну так же не может быть в жизни вашу веру а дети размером с дом могут быть в жизни но нет это же условно если здесь условно почему здесь не условно ну типа вот это ну хрен с вами ну вы же сможете или не сможете смогу суме дело опять на ну типа вы знаете все хорошо но вот тут есть моменты где эти гонщики убьются в смысле убьются этом сделан потом дорога как волнами идет там вверх вниз вверх чтобы там была задача такая побеждает тот кто максимально проедет по количеству мостов не под мостами а на дно но через мосты я поэтому сделал там три моста один за одним то есть уменьшить людей пропорционально да как вот маш в масштабе до этих домов и этих мостов то получал там другой длинный горбатый мост раз его поднялся съехал но так как они нарисованы люди мальчики и девочки три гонщика размером с дом тут у них это получается такие кочки мол типа здесь они убьются я кто убьется кто убьется это лабиринт дитё должно считать блин просто будет мосты иди посчитать должно войну должна быть это логика ладно делаю логику получаю деньги фу вы так круто быстро нарисовали давайте еще два давайте вот как деньги получаешь настроение совершенно другое давайте какая-то марина из литишоп это вот и жена подобавлялась эти хрени теперь литишоп и всякие мне приходят ну так вот давайте мы приходим значит там я их довольно быстренько там чики 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 пуки сделал эскизики уже эскизы все типа да вот это еще подправьте это подправьте там мы вам кидаем это самое деньги и сразу все деньги кидаю без овансов ну в принципе это устраивает нормально тогда в этом случае когда заказчик деньги платит как бы вот так даже не задерживает долго у меня это что в моем мира понимание это люди нормальные окей работаем ага потом приходит вот илья у нас тут есть короче такая тема на целый разворот нужен лабиринт короче очень сложный пещеры подводные в мексике есть они там наполовину наполнен водой наполовину заполнены между ними там типа каналы аквалангисты хренонисты анонисты все плывут ныряют и выныривают в них делайте нам а эй говно вопрос я художник людей вы чё сейчас я короче момент уморы и я сажусь карандашом и начинаю там ну в смысле эскиз на каранда на компьютере бабахаю его быстро молодец еще вы общаетесь одним из самых быстрых художников россии рок-н-ролл заказчик сказал очень простенько нужно больше пещер и больше ходов хорошо базара нема я знаю что не все деньги быстро выплачивать все это самое ну думаю что там эскиз тем более кто от работа пошла эти эскизы мне давались нормально довольно это самое по-человечески вот я такой самому интересно зашуровал эти эскизы короче еще в другом добавил в компьютер же там отрезал тут прибавил тут увеличил тут перенес тут намешал тут еще одну завабахал еще ходов карандашом накидал вот а типа да 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 только вы забыли выход из пещеры забыл выход из пещеры а он предусматривался по выходу может быть они будут выходить в обратную сторону хрен с вами ладно я забыл выход из пещеры я Я говорю, хорошо, я нарисую выход из пещеры, я, короче, крашу. Да, красьте. Ну, все. Крашу, рисую. Отправляю. Приходят деньги. Это было перед Новым годом. Думаю, ну, зашибись. Все получилось. Нормально. Какая бы ни была там эта самая, опыт у тебя в работе, сколько ты и ты радуешься, что заказ сдал и все всем понравилось. Ну, слава Богу. И приходят слова. Где-то, ну, перед самым уже Новым годом. Да, Илья, все хорошо, все классно. Ну, короче, заказчик сказал, пещер должно быть еще больше. Вот те пещеры должны быть полностью заполнены водой. Ходы должны быть интереснее и многообразнее. Я говорю, опа, погодите. Вот ты просто, просто остановитесь и погодите. Я не против. Я говорю, конечно, я за. Только это будет новая плата. Как? Я говорю, я эскиз показывал? Да. Мы о чем говорили? Что сначала эскиз. Да. Ну, мы, есть такая работа, мы не можем сразу понять. Вы не можете понять целая своя редакция со своим долбанным заказчиком. Я вам зачем нарисовал эскизы? За каким хреном? Для кого? Для чего? Не, извините. Все по-честному. Заказ нарисовал. Эскиз готов. Покрасил. Оплачено. Новая работа, новые деньги. Ну, и все. Людей, люди просто пропали. Не стали ни скандалить, ни выяснять, ни пытаться уговорить. Просто тупо пропали. Ну, и хрен с ними. Но я к тому, что... Кедняк может быть еще такой. То есть ты вроде бы все сделал, все оговорил, все появилось. Ну, то есть, если бы они тогда мне еще не оплатили бы, то это была бы, конечно, жопа крайнего размера. То есть где-то я психанул бы, и уже, конечно, я не стал бы это вот после покраски этого всего делать. То есть, как бы тут, скажем так, пронесло и повезло. Но опять-таки, почему? Потому что я с ними уже работал, поэтому я повелся и это сам. То есть, к чему резюмируем вот этот весь подход, вот этот душесчипательный рассказ? Потому что, конечно же, кедняки бывают разных форматов, разных видов. Но это, понимаете, наша жизнь, она вся. Вот все нужно воспринимать как жизнь. Ты не можешь везде постелить соломку. Ты не можешь везде одеть, не знаю, там, защиту, шлемы, керасы, доспехи. И вот, понимаете, оградиться от всего. Просто это не получится. Где-то тебя приложат, где-то тебя шваргнут. И это будет обязательно. На это не нужно смотреть, как на, знаете, «Ой, плохие люди, они меня обманули». Нет, ребят, на самом деле, я давно уже пришел к выводу, что это что-то более высокое, что-то с небес, какие-то наказания. Ну, может, не наказания, а, скажем так, испытания. Как вы себя поведете, как вы будете в этом моменте себя держать, что вы будете думать, как вы будете реагировать на друзей, на близких, на свою семью. То есть не нужно думать, что всегда где-то можно вот так просто взять, раз-два, и во всех случаях себя обезопасить. Не, ребят, нельзя, не получится. Поэтому просто надо в итоге, получается, как-то соблюдать какие-то максимальные. Вот эти, что-то такое у него, вот это, вот это, что это дырка сущая. Ах, это глаз. Вот. Максимально какие-то меры предосторожности. Ну, грубо говоря, идешь купаться, одень трусы. Берешь горячий чайник, возьми там через полотенчик. Ну, вот такое, понимаете? То есть минимальные какие-то меры предосторожности нужно принимать. Но не всегда нужно следовать, вот прям, знаете, вот как говорят, ты не узнаешь, твоя эта девушка или не твоя, пока ты с ней не начнешь общаться, говорить, не, ну, как говорится, не сделаешь каких-то шагов. То есть вот сказать четко там, а, ты точно та самая. Да нет, невозможно это. Ты должен, и нету советчиков там, ты должен все равно, даже, не знаю, на встрече, на какой-то там заранее говоренный, все равно должен принимать какие-то шаги, делать какие-то действия. За тебя никто их не сделает. Как в той вот книге у Суворова. Я Суворова не люблю Резуна. За его вот этот ледокол, вот это историческое говно. Но мне нравится у него аквариум. Хотя я не люблю момент, где там про сжигание, там всякую хрень. Но остальное так написано весело, и, ну, мне, ну, мне симпатично. Вот там есть моменты, когда он собирается вербовать, и вызывает начальника, вот, и на связь. И говорит, слушайте, то в чем мне делать-то, вербовать, не вербовать. А тут говорит, ты понимаешь, тебе никто не даст ответа на твой вопрос. Потому что я скажу тебе вербовать, ты вербанешь и завалишься. И я виноват. Я тебе скажу, не вербовать. А только ты один с ним на связи, и знаешь, брать его или не брать. Вербовать или не вербовать. И ты упустишь хороший шанс, и пролет, незачет. То есть есть моменты, когда никто вам максимально не скажет. Работать вам с этим человеком или не работаем. Потому что мне приходят письма, или звонят по скайпу, по всяким мессенджерам. Типа, Илья, вот как ты думаешь, стоит, как поступить? А там приходит письмо от заказчиков. И такие типа там. Вы нам должны отдать все. Кошка, собака, жизнь, сердце, достоинство, честь, девичью, мужскую, какую угодно. Все отдаете. Ничего не оставляете. Детям ничего не остается, и внукам ничего не остается. И это стоит 5 копеек. И мне спрашивают, что делать-то? Я говорю, да хрен его знает, что тебе делать-то. Ну, по-человечески-то, ну как? Ну, это вот правильно? Да нет, конечно, это неправильно. Но это, мать его, рынок. Оно, вот это вот чмо, которое у тебя это покупает, оно не хочет никому ничего платить, ну, так сказать, вот так, как мы хотим. Оно не собирается платить какие-то авторские. Оно не хочет, чтобы ты кому-то потом продал эти картинки. А что делать-то? Воруй, что делать-то? Иди воруй. Они нас обманывают, а ты их обманывай. Вот видишь, там котик, колобок, там, дедушка сзади, нарисуй в такой позе, чтобы потом его можно было в репку поставить. Все. Что не перекрасишь, будет другой дедушка. Раз тебя обманывают, ну, и ты их-то нае, наобмани. Вот, ну, если ты так прям хочешь, а если нет, то, блин, сам решай, что делать. Ну, нужны тебе деньги сейчас? Рисуй. Ну, это же будет читаться, там, вот, сообщество художников. Много, что-то будет, типа, позором в сообществе художников. Да кому нахрен это интересно из художников? Подумаешь, там, сообщество художников? Никто не стоит над твоей душой, не считает твой кусок хлеба. Так это, вот это вот автор, который, значит, с которой я посрался, по первой книге, про эти розовые облака и о замотанных мужики, короче, проволокой, говорит мне, Илья, вы знаете, вы все-таки замечательный художник, и я никому из ваших коллег не скажу ничего плохого про вас. Я говорю, блин, да скажи про меня моим коллегам, что хочешь, вот, что хочешь, потому что мне облокотиться, что ты скажешь обо мне моим коллегам. Потому что мы коллеги, и есть коллеги, друзья, они поймут и поверят мне. Недруги, они в любом случае будут ржать и кричать, что это самое, оно будет против и будет, ну, так сказать, ну, в любом случае будут против меня и ничему не поверят. Какая мне разница, что про меня думают мои враги там или нет, Там, завистники, хейтеры, как это, как правильно называется сейчас, хейтер, да. Какая мне разница, что про меня говорят и думают хейтеры. А у нас, у художников, хейтеров-то, лопатой горести. У каждого художника есть куча хейтеров. У каждого. Вот. И причем, часто бывает там в хейтерах как плохие люди, так и хорошие. Ну, вот, ну, не срослись вот этими характерами. Художники ж, народ-то говнистый. Не срослись. Поэтому, я говорю, думаю, сам про себя думаю, если бы ты моим заказчиком что-то про меня там бомбу угнала, это была бы угроза угрозой. А то, что моим, коллегам, ой, я тебя умоляю. Мои коллеги будут на моей стороне. Потому что они коллеги. И сами знают, что частенько бывают, какие бывают заказчики-то. И поймут и поверят моей версии. Вот. потому что оснований не верить нету. Я еще никогда не обманывал, он не вел себя как-то по-плохому. А то, что там подумаешь, там, не волнуйтесь, я никому не скажу из ваших коллег. Да, блин, коллеги. Коллеги, вон, коллеги. Только я жду момента, чтобы где-нибудь гадость сказать или сделать. Таких коллег пруд, пруди просто. Наверное, практически, наверное, у каждого художника есть какие-то такие вот коллеги. А уж у нас там с иллюстраторства, господи, постоянно там что-нибудь по каким-то поводам сремся, что-нибудь там выясняем. Не так сказал, не так посмотрел, не так выразился, грубо сказал. Так что, вот такая тема с этим сообществом коллег. Тут не можешь договориться обо всех этих цехах. Давайте создадим цех художников и будем держать все вместе цену. Ой-ой-ой-ой. Как в это хочется верить. Ага, сейчас. Художники. Вот вспоминаю случай, когда мой первый агент, он был художник. И это единственный, значит, настоящий стопроцентный агент. На данный момент, я считаю, в России кого я знаю, единственный. Это Пыльца Михаил Алексеевич. У нас в Ростове агентство форпост. Вот он единственный агент. Почему? Потому что он, еще раз повторю, он не передаст, не передает пожелания заказчика, а он сначала пытается всеми силами и авторитетом и умением впыжить работу заказчику. даже когда там что-то это самое, все равно пытается ее пропихнуть, чтобы человек заработал денег. И уже когда действительно что-то не так, он знает, что не так. И он заранее, если он говорит, что там, слушай, вот здесь неправильно у тебя, здесь может не проканать. Он предупреждает, что тут может не получиться. Иногда бывало, что я побеждал. он говорил, слушай, ну я думаю, тут не знаю, я покажу, но по-моему оно не проканает. А потом приходит, слушай, они там все аж обещали, ты что-то угадал больше, чем я. Но в основном, в общем, вот это отца. Так вот рассказывал случай, он работал художником в издательстве штатном. И там, говорит, начались перетурбации 90-х годов, говорит, прихожу, а эти самые дизайнеры взялись, договорились, короче, все вместе и подняли цену. Стали, типа там, мы не будем работать, пока цены не поднимите. Им подняли. Печатники договорились, короче, им подняли. что типа, пошли и сказали, что мы не будем работать. Все, все уйдем, если нам не поднимите. Им подняли. Потому что хозяева-то все равно богатели даже в те 90-е. Я, говорит, пытался художников сблатовать, а художники все нет. Вот художники, самое, я до сих пор помню, самое болото это художники. Потому что, говорит, а у меня устало, у меня легко рисовать, у меня там много запасов, у меня, типа, зачем я должен взять деньги, мне это рисовать несложно. Вот и весь довод. Мне это рисовать не сложно. И все. Один не поднял, и другие не подняли. И так цены и не поднялись. Да, он ушел, и ушел на вольный хлеба в тот момент. Так вот, я еще однажды как-то видел где-то в контактах, что ли, или на фейсбуке, художник, вот это что-то, стоит после дерева, какой-то березки, что-то такое. Я такой, ну, точности фразы не повторю, но типа там, вот типа, тот момент, когда ты осознаешь, что такое прекрасно, типа, что ты художник, это быть прекрасным художником. Я ему говорю, пишу, слушай, вот ты пишешь, вот это там, типа, художники особые, или там что-то, художники-то особые люди. Ты пишешь, что художники-то особые люди. А ты вообще, я говорю, вот ты отдупляешь, что вообще-то, именно среди художников появился такой человек, как Гитлер. Он же был художником, Алоизыч-то. Я уж там не знаю, товарищ, неудачный художник, но, ребята, Алоизыч был художником. То есть, наша среда, художники, самый, мать, его опасный элемент вообще, вот, в человечестве. Как вот возьмешь либератов каких-нибудь, обязательно, дизайнеры, художники, там, что-нибудь, стилисты какие-то. Ну, такие вот, не обязательно, Гельмана, Хельмана, нет. А вот даже так, просто в интернете, когда копнешь, как гниль, оно, блин, обязательно, или дизайнер, или художник. Да иди, твою медь, ну, за что такое проклятие. Так что, ты это, ты того, не особо там, про художников, там, слюнами от счастья, растекайся. Ну, вот, рассказал я вам, значит, в этом кратком видео, о том, какие бывают кедняки. Ну, какие они бывают. Вам пообещали, что заплатят денег, а денег не дали. Ха-ха-ха, вот и весь кедняк. Что там рассказывать? Можно видео вообще делать в трех этих самых, в двух предложениях. Всегда берите аванс. Это одно предложение, да? Всегда берите аванс. Ну, с трех фраз. Всегда берите аванс. Но, в этом случае, я вам не могу, как сказать, вот рекомендовать, что у вас все прям идеально сложится. В любом случае, ваша жизнь должна быть такая. Вы должны поступать по соображениям собственным. Не как вам рассказывают дяди с тетями, что там это самое. Вам всегда потом прибегут и скажут, о, а ты-то это самое, аванс брал, ну, не брал. Ну, так ты всегда его бери. Конечно, да я вот что-то подумал, там, такие люди, показалось, что все нормально, все. нет, есть железное правило, бери всегда аванс. Но, когда, в принципе, действительно, есть такой момент, когда ты начинаешь вот это вот разбирать, потом выясняется, там, какая-нибудь там, фирма Пупкин и сыновья, там, заказывали тебе логотип, а вот, и, как бы, а потом тебя кинули. Ну, конечно, это как бы, что-то не очень-то это самое. А вот, если ты работаешь с издательством, с чем-то таким вот связанным, с изображениями, с рисованием, то тогда у тебя немножко другой, должно быть, ощущение, подход и понимание, то, что будет происходить. Конечно, тут, кедняка, тут надо думать, работать с издательством без аванса. Зачастую бывает, что и, и нужно, и можно. То есть, тут ты решаешь сам, на свой страх и риск, но тут, как много шансов, что будет кеднячок, так и много шансов, что все будет хорошо, все получится, потому что, не всегда, как бы, тот же, менеджер может пойти, там, редактор, они сейчас все, они сейчас все редактора, все эти менеджеры, все сейчас редактора, не каждый, может пойти, и выбить аванс, для художника, которого еще издательство не знает. А вот, когда вас уже узнают, вы уже преработаетесь, у вас уже начнут продаваться ваши книги, и у вас будет хорошее иномей, вам будет выделять работу, менеджер может пойти, редактор, руководство сказать, вот там, такому-то там, такому-то нужно аванс дать, типа, как мы это, можем, не можем, и бывает, что прокатывает, дают, там, решают, всякое такое, жизнь, жизненное, то есть на каждую жизненную ситуацию, так сказать, не накинешь общую мерку, общие мерки предосторожности есть, когда вы идете в лес, даже летом, одевайте резиновые сапоги, вас может укусить змея, правильно? Как бы так, поэтому, какие-то общие меры предосторожности есть всегда, но они не всегда, скажем так, правильны, так что вот так вот, ну, всем всего наилучшего, буду записывать, теперь, всякие такие, трынделки, говорилки, почаще, вот, иногда, честно говоря, хочется сидеть, просто перед камерой, просто выговориться перед камерой, такое есть, потому что, не всегда знаешь, что рисовать, но есть столько говорящих голов в интернете, я к ним отношусь нормально, я просто думаю, что вот, например, я со своими трендежами, я как бы, если вдруг, ну, мне приспичнение, что обязательно я так буду делать, но если вдруг, не смогу, иногда будет меня сдерживать, то, что я не могу придумать, рисунок показывать, во время работы, работы, вот, потому что мне нужно рисовать, а я, например, не могу его показывать, могу ли я, скажем, просто, вот, если вам интересно, ну, подписчикам, вот, такие мои базары, разговоры, говорилки, могу ли я их, в случае чего, делать, скажем, без рисования, вы, в случае чего, оставьте, пожалуйста, отзыв, если вам не лень, вот, можно или нельзя, приемлемо это, или только в формате, возле рисования, ну, и так, значит, тогда, всем всего хорошего, успехов, удачи, люблю, обнимаю, обнял, поднял, расплакался, почиталом, Продолжение следует...